Как мы разобрались в прошлый раз, при запуске компьютера система инициализации запускает всякие сервисы, которые работают в фоне. По большей части работа системного администратора заключается в том, чтобы следить за состоянием операционной системы, устанавливать и настраивать всякие сервисы. На серверах крутятся всякие сервисы, допустим тот же веб-сервер, где крутятся сайты. Систем D, как сервисный менеджер, позволяет управлять этими сервисами. Для примера возьмем сервис под названием sshd. Вы часто будете встречать сервисы с буквой D в конце, она означает daemon, то есть daemon программы ssh. Базовые операции это остановить, запустить и перезапустить сервис, то есть sudo systemctl stop shd, start shd и restart shd соответственно. Как понятно из названия, restart останавливает сервис и запускает заново. Обычно перезапускают сервис, когда изменяются какие-то настройки демона. Нужно его заново запустить, чтобы он перечитал свои настройки. Для каких-то сервисов это не проблема, но бывают важные сервисы, в которых даже секундная остановка вызывает проблемы. Для таких сервисов существует возможность перезапустить основной демон, при этом не затронув текущие процессы. Для этого используется опция reload. Systemctl reload sshd. Как мы помним, Systemctl enable sshd дает возможность запускать сервисы автоматом при включении компьютера. Мы можем сделать disable sshd, если не хотим, чтобы сервис стартовал при включении. И тем не менее, другие программы и пользователи могут запустить этот сервис при необходимости. Если же мы хотим, чтобы этот сервис нельзя было запустить, мы можем его замаскировать с помощью команды Systemctl mask sshd. Как видите, создается символическая ссылка, ведущая на dev 0. То есть, при попытке запустить сервис ничего не произойдет. Но это касается только сервиса. Если мы вручную запустим программу, она будет работать. Ну и с помощью unmask, sudo systemctl unmask sshd, мы можем сервис размаскировать. Также мы можем посмотреть статус этого сервиса с помощью команды Systemctl status sshd. В строчке loaded мы видим путь до основного файла сервиса. Дальше два раза видим слово enabled. Первый enabled говорит о том, что сервис включен. То есть, он будет запускаться при включении компьютера. Перед вторым enabled написано vendor preset. То есть, имеется в виду, что этот сервис был включен по умолчанию еще при установке программы или операционной системы. В строчке active мы видим, что сервис работает. Если остановить сервис, то здесь будет писаться inactive. Иногда вместо active running можно увидеть active exited. Собственно, ничего страшного в этом нет. Если это какой-то демон, который постоянно работает на фоне, Systemd может отслеживать состояние процесса и говорить, что он работает. То есть, running. Но иногда вместо полноценного демона за сервисом стоит какой-то скрипт, который запускается, выполняет свою работу, запускает какие-то программы и завершается. И вроде скрипт больше не работает, но свою работу он сделал. Поэтому так и выходит. Вроде это и не демон. Отслеживать нечего, но при этом то, что нужно, работает. Вернемся к нашему sshd. Дальше у нас ссылки на документацию и процесс ID основного процесса, который запустился при старте сервиса. Дальше tasks. Общее количество процессов, включая основной и его дочернее. Memory. Сколько оперативки использует этот сервис. Дальше cgroup. Контрольная группа, в которую входят процессы этого сервиса. С помощью контрольных групп на уровне ядра можно изолировать группу процессов и выделять им ограниченные ресурсы. Сколько-то оперативки, сколько-то процессора и тому подобное. Эдакая виртуализация на уровне самой операционной системы. Чуть ниже, в статусе, мы видим логи. К ним мы еще вернемся. Я не хочу ударяться в объяснение каждой из команд systemctl. Типа systemctl cat sshd, show, edit и все такое. Не все команды используются часто. Многие специфичны. На что-то мы наткнемся и разберем, что-то по работе вы сами разберете, а с чем-то и вовсе не столкнетесь. Как мы упомянули в прошлый раз, systemd отвечает не только за сервисы. Если запустить команду systemctl all, мы увидим информацию о всех юнитах. А тут и сервисы, и таргеты, и устройства, и маунты, и всякое другое. С сервисами и таргетами мы разобрались. Немного поговорим про другие юниты. Помните, когда мы говорили про ядро, мы упомянули Udev. Программа, которая делает какие-то действия при виде устройств. Дает название устройствам, создает ссылки в директории Dev, может передать ядру какие-то параметры для устройства, запустить какие-то программы и тому подобное. Так вот, Udev тоже демон, но к тому же он является частью systemd. Генерирует юнит-файлы для устройств, называемые device-юнитами. Это позволяет сделать связь между устройствами и другими сервисами. Или, допустим, mount-юниты. Для примера возьмем mydata-mount. При включении компьютера кто-то же должен примонтировать все файловые системы, указанные в fstab. Так вот, systemd генерирует специальные юниты на основе записей fstab и монтирует их. При этом он смотрит зависимости, скажем, отличает локальные файловые системы от сетевых, и на основе этого формирует зависимости при создании юнитов. Есть еще swap-юниты. Примерно то же самое, но для swap-разделов. Про остальные юниты мы поговорим, когда будем разбирать темы, связанные с ними. А сегодня мы разобрали, как работать с сервисами, как смотреть информацию о них и в целом стали лучше понимать, чем же занимается systemd.